Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня очень важная тема пикировка перца. Тема эта не простая, потому что до сих пор нет однозначного мнения все-таки обязательно нужно пикировать или обязательно нужно выращивать перец без пикировки. И все огородники, как я уже говорила, делятся на два лагеря. Это первые, которые сторонники пикировки, которые видят в нем, в этом процессе много преимуществ. И вот вторая половина, которые никогда не пикируют. Я сейчас расскажу, что вижу я вот в своей пикировке, почему я пикирую перец. Вот на примере вот этого лотка, я его показывала не так давно, тему снимала, почему не сбрасывают семена, эти свои семенные шапочки, коробочки семенные. И вот вы видите, что вот этот перец, который посеян с этой стороны, со своих семян, он уже вырос такой, как сказать, ну уже взросленький, уже два листа, третий лезет. И его, в общем-то, можно было пикировать. Вот он у меня как раз на тарелочке. У него уже корневая система хорошая, все. И если бы... А, а другая, вторая половина этого же лотка. Вот чем дальше мы туда продвигаемся, тем хуже эти посевы. И я рассказывала вот про этих космонавтов, которые шапки не сняли, я их повыдергивала все. И у меня получилось полу лотка пустых. То есть магазинные семена меня разочаровали, они почти не взошли. И вот такая ситуация в лотке, когда первые ряды хорошие, а последние ряды плохие. Если бы я их без пикировки высаживала, я даже не знаю, что нужно было бы с ними делать. Потому что качество одних хорошее, я их забираю к себе, оставляю, будут они у меня в огороде жить. А вот вторая половина лотка плохая. Если бы я даже без пикировки посеяла их вот сюда, в эти кассеты, сразу в кассеты, как некоторые сеют в кассеты или в стаканы. Но представьте, даже если бы посеяла по два семечка, половина кассеты была бы хорошая, половина кассеты была бы пустая. И поэтому все-таки пикировка нужна, вот мне лично, больше для того, в большей степени, для того, чтобы выбрать вот со всех этих посеевов. Я посеяла это много, какие совсем не удались. Какие-то выросли очень большие, хорошие, какие-то маленькие. Вот именно во время пикировки я делаю всю эту выбраковку. То есть слабые растения я оставляю, выбираю только сильные. И вот здесь хотела вам показать даже те семена, которые мои домашние, которые взошли хорошо. Все равно качество рассады разное. Потому что семена, как я уже говорила, это загадка природы. Вот видите, один рядом стоит дубок такой хороший, такой плотный, 4 листика у него уже. А рядом стоит почти в 2 раза меньше. Еще один тут только-только вылазит, вот только родился. И, конечно, естественно, если мне нужно, например, всего 10-12 вот таких семенцев, я выберу лучше вот такие, которые будут на подбор. Те, которые на подбор, я посажу себе. Оставлю их. А те, которые бракованные, какие-то вообще выброшу. А какие-то, если слабые такие, ну как, жизнеспособные, но слабенькие, я их оставлю. Может быть, кому-то отдам, если они потом мне пригодятся. Вот цель вот этой пикировки я вижу именно в выбраковке растений. То есть я себе оставляю лучшие из лучших. Если мне нужно каждого сорта вот на кассете, вот у меня кассета, будет каждого сорта этого 2 ряда, этого 2 ряда, этого 2 ряда. Конечно, те, которые совсем не сбросили семена, я их даже брать не буду в расчет. Теперь про корни. Каждый раз, проводя пикировку, и это вторая основная моя причина, я обязательно смотрю состояние корней. Потому что некоторые люди пишут, вот у меня стоит рассада в одной паре, что с ней происходит, я не знаю. Действительно, мы не можем узнать, мы не можем заглянуть вглубь своего лотка, мы не можем ворошить каждый раз грунт и смотреть. Потому что большая часть вот этих всех заболеваний, всех заторможек, вот этого торможения рассады, она у нас кроется в корневой системе. А при пикировке мы хотя бы можем проверить хоть один раз, но проверить капитально корневую систему этого сеянца. И мы уже с плохой корневой системой этот сеянец не будем брать. Я при пикировке всегда общипываю вот этот основной стебелёк. Но у перца можно не общипывать. Делают и просто пересадку, и пикировку с общипыванием. Конечно, я немного его заглубляю. Вот так делаю заглубление. Тут ещё новые корешки образуются. И вот кто опытные огородники, кто делает пикировку перца, те все подтвердят, что после пикировки перец делается вроде такой как покрепче, повыносливее. У него более развита корневая система. Ну а остальное технически всё происходит очень просто так же, как с томатами. Прищипываю, укладываю в заранее подготовленные дырочки. Потом присыпаю землёй этой же. Ничего дополнительного я сюда не добавляю. И поливаю в центр водичкой. Обычно или розовая водичка, или фитоспорин. Потом, если нужно, ещё немножко вот так вот утрамбовываю. Всё. Сам процесс пикировки, он очень простой. Главное нам уяснить вот этот механизм действия, что мы хотим получить от пикировки, стоит ли нам пикировать. Потому что я знаю, что многие выращивают прекрасные без пикировки. Но для меня это основная задача, это выбраковка. То есть я выбираю только сильные. Если бы я всё засеяла, вот всё подряд, вот здесь тут половина, вот сейчас было слабых. Всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok